Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в этот пятничный вечер в канун Дня защитника Отечество в студии программы Код театра. Естественно, в канун праздника настоящих мужчин мы могли пригласить в студию только настоящего мужчину, который защищает свое Отечество на сцене военного театра. Я думаю, что все севастопольцы знают, что в нашем городе, в отличие от очень и очень многих городов России, есть настоящий военный театр, драматический театр имени Бориса Лавренева Черноморского флота. И вот один из ведущих артистов этого театра, заслуженный артист автономной республики Крым Илья Домбровский, сегодня у нас в студии. Здравствуйте! Привет! Я безумно рада видеть тебя, во-первых, а во-вторых, я, наверное, не открою тайны для какой-то части зрительской аудитории. Мне очень приятно тебя видеть, еще и потому, что почти 15 лет мы с тобой вместе прослужили в театре флота. И ты знаешь, вот мы так много сейчас говорили вот перед эфиром в этой студии, столько всего вспоминали, что все эти вопросы, которые я подготовила, они, в общем-то, уже не имеют никакого смысла. Единственное, что ну вот как бы возникли новые. Сейчас как раз вот в эти дни очень много говорят, и это понятно, о пятилетии русской, крымской весны. Мы это время помним очень хорошо, потому что как раз вот с 22 февраля начали ездить по частям, начали очень много вот именно гастролировать в разные, самые отдаленные воинские части на севере Крыма. Я помню, что мы бы чуть ли не через день играли Графскую пристань. Я жду тебя на Графской, да. И к нам все время приходили потоком люди, вот они говорили, мы на этом спектакле молимся о судьбе нашего Севастополя, о судьбе наших детей. Я к чему это все говорю? Наверное, театр флота и театр военный больше всего располагает к импровизации, потому что на какой площадке ты окажешься завтра, ты в принципе не знаешь. И вот какая самая неожиданная площадка для тебя была вот тогда в период крымской весны, а может быть и какая-то другая вот сценическая площадка, которая требовала от тебя такой мобилизации и такого импровиза, которого не требовала обычная, наверное, сценическая площадка. А там много можно вспомнить и действительно рассказать, потому что, когда мы начали ездить по частям, это туда за джанкой, туда и зачастую мы приезжали в поле, вот вам импровизация для актера, который вот привозит вас в поле, там стоят палатки военные и значит, всегда нам все время пытались помочь. И за что вам надо, что вам надо, это из последних таких, да, что вот вспоминается, да. Что вам надо, что вам надо, ну вот мы для вас там вот и сцену, там что, 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 давайте мы сейчас вот расставим стулья, мы сейчас им всех пригласим, все, вы, вы там, мы с концертом приехали, нам там все микрофоны там нужны, и значит, надо, чтобы сейчас вот здесь вот было 220, на что так, в поле, 220. Добудьте. Добудьте нам, сейчас вот нам надо, да, 220. Реакция, реакция военных, но сейчас нам надо, все, мы на все готовы, 220. Да, 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 дошли 220, вот где интересно, да, и все, и тогда, и тогда, значит, концерт, вокал, песни, все, а была тоже одна история, когда точно так же мы приехали в, в поле, и ветер, очень сильный ветер, прям, да, 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 и зачем, как петь, как петь, как петь, ну, все, выставляем микрофоны, микрофоны заводятся, невозможно, все шумы, ветра, и здесь поставили, мы, я помню, пазик, поставили так, чтобы ветер не попадал в микрофоны, да, перекрыли это все дело пазиком, и пели, ну, конечно, ветер все равно был, но уже, конечно, не так, как это было изначально. Это, друзья, говорит о том, что наши военные найдут 220, когда будут даже в чистом поле, а наши артисты там же споют, вопреки любому штормовому ветру, как кажется. Да, было хорошо, да. Совершенно другая публика, правда, Илюш? Я помню, что на каком-то концерте люди вообще стояли, стояли, и, по-моему, нет, это даже был не концерт, это был спектакль «Рыцарские страсти», когда часть войсковая выгрузилась, вот у нас тут импровизированный какой-то такой непонятный закуток для игры, вот, и люди, эти мальчишки молодые стояли полтора часа, по-моему, стоя, и более благодарные публики, вот, я не знаю, я, наверное, и не вспомню. Абсолютно точно, по поводу благодарные публики, действительно, принимали всегда очень хорошо, всегда, и в финале, и в финале на поклоне они вставали, они аплодировали, и потом просили сфотографироваться, и некоторые даже подходили, спрашивали, а как вы, а как вы это все играете, вы же сюда долго так ехали, а как вы там, ну, ребята молодые, им интересно это все, и как зрители, они, конечно, потрясающие, они всегда принимали очень хорошо. Это знаешь, как вот джедайский меч этот волшебный, да, который вытаскиваешь где угодно, он работает, вот вообще такой меч джедая есть у артиста военного театра? Какое самое вообще, наверное, главное и сокрушительное оружие артиста для тебя? Харизма. А что это такое вообще, вот я не понимаю, что такое харизма, вот объясните мне, пожалуйста. Это то, что заставляет что? Я не знаю, харизма, это для меня, когда горит глаз, да, когда ты выходишь на сцену, харизма, это когда тебе нужно быть максимально обаятельным на сцене, да, искренность, да, 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 это тоже к харизме относится, да, то есть вот когда ты хочешь рассказать и показать ту историю, которая сейчас с тобой произойдет, вот и когда ты прям это делаешь с душой и сердцем, тогда вот это вот и подача харизмы. На каком виде оружия ты не дрался в спектаклях? Ромео и Джульетта, ну вообще плаща и шпаги достаточно много было, особенно в начале карьеры у тебя, когда был шел Юрий Николаевич Гранатов, замечательный режиссер, по-моему же ты был занят у него. Да, 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 в Дерристео я получил роль изобретательный влюбленный. Да, то есть шпаги освоены, да, 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 шпаги были, много шпаг было, да, хорошо. А в бою надо быть всегда очень, ну как бы сосредоточенным и собранным, да, вот мы с тобой вспоминали Ромео и Джульетта была очень серьезная травма, да? Было такое, что когда я хватал партнера за рубашку, он резко дернулся, и я резко дернул рубашку во время спектакля, я сломал себе палец. Да, да, и дрался когда на шпагах, тоже были, и кровь была, и все, но просто вот я считаю, что если мы устраиваем поддавки, это никому не интересно, нужно быть, да, сосредоточенным, но все равно, как бы мы профессионально не дрались, есть еще кураж, который может возникнуть у тебя во время этой драки. Главное, остановиться вовремя. Главное, не всегда это получилось. Да, вот так вот и в трупы театра попадают новые артисты, чтобы вы знали, когда кураж невозможно унять, вот, и тут уже, конечно, всякое случается. Ты знаешь, ну вот есть очень обидное мнение, высказанное достаточно великим режиссером, не буду говорить с кем, что актриса это больше, чем женщина, а актер в театре это меньше, чем мужчина. Я это мнение не поддерживаю, но вот мужчина в театре, какова зона его, я не знаю, ответственности, да, то есть вот что такое мужчина в театре, актер в театре? Я считаю, что как раз среди актеров очень много настоящих мужчин, но вот настоящий мужчина театра, какой он для тебя? Вот, понимаете, авторы, которые пишут произведения, они же пишут в основном, то есть роли, которые там мы будем играть сегодня-завтра, они ведь пишут в основном для мужчин, да? Да. И есть роли разные, где действительно нужно сыграть настоящего мужчину, а где-то и такой мягкотелый, но все равно это мужчина, да, но все равно разные абсолютно есть персонажи, где я могу попробовать и так, и так, и так, но оставаться, конечно, мужчиной, это очень важно, я считаю. Я, что касается меня, я считаю, что мужчина, да, но все равно актер, актер, да, профессия сама, она, ну, должна все-таки немножечко вот, должен быть уход, когда ты можешь сыграть мягкотелого, а если ты по своему нутру мужик, ты не сыграешь, где тебе нужно уйти, как-то быть пронырливым там больше, что ли, вот как-то так. Но если у тебя уже есть внутренний мужской стержень, да, то это уже будет тяжелее сделать, да. Может быть, по этому поводу у нас сейчас есть звонок, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот пусть актер скажет, какую бы роль он хотел больше всего сыграть в своей жизни, вот какую бы роль, да? Спасибо. Спасибо, спасибо большое. Ответ у меня будет такой. Я очень много ролей хочу сыграть, у меня нет какой-то конкретной, да, роли, на которой я бы остановился. Мне очень интересны роли, в которых есть что делать, в которых есть что играть, да. Если вспомнить о Ромео и Джульетте, которую сейчас не идет у нас в театре, да, это была очень интересная роль, и в ней, я считаю, было что играть. Сейчас у меня есть детектор лжи, где я играю доктора, это совершенно противоположная роль, да, она не романтическая, она больше какая-то относится, да, к профессиональным каким-то делам, но она очень для меня интересна. И я ее очень люблю, и я считаю, что там есть что делать, что там есть что играть. И мне бы хотелось бы, чтобы у меня было таких ролей больше, где есть что играть. Да, и сложная, где интересно, когда актер в процессе спектакля меняется, и вот таких перемен у него должно быть чем больше, тем интереснее. Вот так, вот это мое мнение, да. То есть чем больше я красок поменяю во время действия, тем это будет для меня интереснее. Вот, кстати говоря, про мягкотелых мужчин, при этом про защитников Отечества и про те роли, которые меняют и тебя, и в течение которых меняется твой персонаж. У тебя была очень интересная и неоднозначная роль в «Трех сестрах». Мы говорили, сегодня вспоминали об этом спектакле, в постановке Екатерины Гранитовой и Лавровской, к сожалению, тоже сейчас пока в репертуаре не идущем. Я помню очень хорошо назначение на доске действующей лиц исполнителя, Вершинин, у которого жизнь разбита, ничего, казалось бы, впереди нет. Какая-то совершенно безысходная, отчаянная любовь с Машей, и вдруг в распределении роли Илья Домбровский. Я не помню, сколько тебе на тот момент было лет, но что-то как бы так хорошо меньше, чем Вершинину. Твои эмоции, когда ты увидел себя в этом распределении, и потом, вот как тебе работалось над ролью этого мягкотелого защитника Отечества? Ну, я сказал нет, я сказал нет, потому что это не совершенно, это я себе так сказал, мне всегда, конечно, интересно попробовать, но мне казалось, что вот там как раз-то и нужен стержень этого человека. И я до сих пор, на самом деле, до последнего спектакля, да, я пробовал, все равно я пробовал какие-то новшества вносить в этот персонаж, потому что я, на самом деле, до сих пор не очень в нем разобрался, потому что он, действительно, у него есть стержень, есть. Где-то он, где-то он меняется, потому что я считаю, что все-таки он действительно любил Машу, да. И его уход в другую часть действительно дается ему очень тяжело, и вот это переживание всегда, оно, конечно, оно меня мучает, и мучает до сих пор. Я иногда, когда по вечерам там, а как бы я сейчас это сделал, прошло какое-то время, да, я все время над этим персонажем думаю, и когда снова будет этот спектакль, я думаю, я что-то новое еще внесу. Посмотрим. Ты знаешь, вот очень многие считают, что именно Вершинин и вот герои, подобные ему, это были герои чеховского времени. Я знаю, причем мне это сказали когда-то после спектакля на Херсонесе, как ни странно, где ты играл очень смешную совершенно, ну, такую парадоксальную эксцентрическую роль в моей прекрасной Галатеи Ганимеда, и вот кто-то сказал, о, вот это вот герой нашего времени. А вот можно сказать, каким ты чувствуешь героя нашего времени сегодня, кто, что это за человек, с каким набором качеств может быть? Вот есть у тебя портрет героя нашего времени? И ты себя чувствуешь героем нашего времени? Нет, себя я не знаю, я никогда просто не задумывался над этим, но скажу, что вот по сегодняшнему, да, герою нашего времени, да, мне кажется, человек, он абсолютно универсальный, такая жизнь, да, что мы сегодня должны уметь все. Так же, сегодня это требование и от актеров тоже, то есть мы должны уметь сегодня петь, танцевать, проскакать на лошади. Синтетически, да, 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 как говорят. Настолько, да, меняться в разных абсолютно ситуациях, да, поэтому вот мне кажется, что сегодня человек вот такой должен быть мобильный, коммуникабельный, да, то есть... А есть место подвигу в сегодняшней жизни? Конечно, любовь, любовь никто не отменял, всегда ради любви, я считаю, можно совершать подвиги, и даже если ты этого не захочешь, если ты действительно влюблен, ты будешь это делать. А ты совершал какой-нибудь, ну, пусть скажем, не подвиг, да, а нетипичный для себя поступок ради любви. Я хочу сказать, что у тебя замечательная семья и замечательная жена, и я просто вот восхищаюсь, скажу зрителям, тем, как меняется ваша с Катей любовь, как она растет, и она не убывает, она только пребывает. Так вот, было что-то такое безумное совершенно, нетипичное для тебя? Я, я, не как все, наверное, я слышал очень много историй, когда, ага, девушка встретила актера, который там читал ей стихи, который ползал там, лаял как собачка, потому что хотел показать все свое мастерство, я, да, 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 нет, я, 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 нет, я, и как котик не мяукал? Нет, нет, я играл на гитаре, я пил песни. А, ну, все равно было, было. Ну, мне как-то, ну, это действительно всегда от сердца, от души. Так мы примерно познакомились, я приглашал на свои, на свои концерты, да, под гитару. Квартирники? Да, да, квартирники, да, да, точно. Назовем их так. Это, да, прекрасный, я считаю, потрясающий период, и когда, когда я делал предложение, ну, из нетипичного, да, я насобирал огромную горсть одуванчиков в лесу под шашлычок, и сел на колено, подарил золотое кольцо и вручил огромный букет одуванчиков. Очень здорово, это теперь цветы семьи Домбровской. Да. Илюш, вот сегодня у тебя уже, как бы, ты отец, ты, во-первых, семьянин, муж со стажем, уже сколько, я не знаю, в вашей семье уже? Тринадцать лет в браке, а знаем мы друг друга пятнадцать лет. Да, это при том, вы посмотрите, да, как выглядит, в общем-то, человек фактически, можно сказать, не муж, а жених, вот. Но я к чему веду? У тебя двое детей, Кирилл, Варвара, мы говорили о том, вот буквально до эфира за несколько минут, как вы играете с Варварой, это какие-то постоянные неутомимые игры, а правильно ли вообще мнение, справедливо ли, что мужчина остается мальчиком очень и очень долго? Так ли это? И что это значит? Перед тем, как появился Кирилл, я абсолютно был уверен, что у нас игрушки будут все на двоих, то есть камазики там, луки, мячики, но почему-то я как-то не проникся, то есть да, ну там, я что-то показал там, ну и да, и дальше как-то все, оно как-то сразу куда-то улетучилось, но как-то с самого начала, когда уже Кирилл хорошо держал бадминтонную ракетку, мы прям летом, весной, практически круглый год, мы играли с ним в бадминтон, и это была страсть, причем от меня и от Кирилла, он настолько был, хотел меня вот выиграть, да, что у него это в последнее время стало получаться, то есть ему было это очень интересно, да, то есть это спортивная игра, и он у меня молодец, он увлекается спортом, он и футболист, он занимается борьбой, но вот как-то вот здесь мы как-то с ним вот прям зацепились. Ну вот это мальчишество, это что такое для тебя? То есть я вот могу сказать и знаю, что такое мальчишество, я люблю очень это качество в мужчинах всех возрастов, но вот мальчишество для тебя, оно тебе не чуждо, и что это такое? Если вспоминать свое детство, да, когда я был со всем пацаном, я не знаю, я недавно, мы недавно вспоминали об этом с моей супругой Катей, и она вспоминала, я вырос в деревне, это село Калинино, Красногвардейского района, и вот как-то у нас вот в деревне всегда летом приезжали девчонки из Москвы. Вот мы сейчас на этом остановимся, потому что есть телефонный звонок, я запомнила про девчонок из Москвы, и мы слушаем нашего зрителя. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое вам за переначу, так всегда интересно посмотреть на актеров не из зрительного зала, а вот вживую пообщаться с ними. Вот интересно узнать, когда ваши дети приходят на спектакль, они вас узнают и воспринимают вас как папу или как образ, который вы играете? И вот еще один вопрос. Если они, когда вырастут, скажут, мы хотим играть в театре, как вы отреагируете? Спасибо. Еще последний вопрос. Если придет к тебе, допустим, Варвара, подружшая, и скажет, папа, ты знаешь, я решила стать актрисой, я хочу играть в театре. Ну давай вот с этого вопроса начнем. Как ты к этому отнесешься? Или Кирилл, чего доброго? Ну, честно, я не хочу, чтобы они шли по моему пути. Это как получится, посмотрим. Почему? Потому что я считаю, что это безумно тяжелая профессия. И, ну, будем говорить честно, платят за нее не те деньги, которые хотелось бы. Возможно. Да, да, да. Поэтому, конечно, там как пойдет. Ну, мне бы не хотелось. Ну вот, а если категорически поддержишь или будешь говорить? Да, да, если сказать, ну все, вот я хочу, не могу. Потому что я себя тоже помню, возвращаясь к мальчишеству. Когда я маме говорю, маму говорю, я хочу быть актером. И все, все, все. Не хочу ничего не слушать, не видеть. Все, я артист. Ну, мама поддержала? Да. Да. И вот когда дети приходят, узнают тебя? Да, да, да. Ну, они, конечно, они когда, понимаете, они когда приходят, я их, естественно, я с ними разговариваю, и я их предупреждаю о том, что не вздумай, это мой папа, чтобы не... Кирилл очень всегда очень расследительный, я так свысока смотрел на твою работу. Мне всегда казалось, что он оценивает, и потом делает подробный критический разбор. Тварью я не видела. Да, 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 то есть последний раз, когда Кирюха смотрел спектакль «Солдатик», он, да, он смотрел, он верит в то, что я перевоплощаюсь, и он, да, он видит папу, но он видит, что что-то, конечно, в нем изменилось, и он как-то совсем другой, да. Странный папа. Нет, там, это игровой был спектакль, там в основном он состоял из... Интерактива, наверное, какого-то, да, общения. Да, и что-то, да, что-то он там меня поддерживал, но не кричал, там, это мой папа, нет, значит, верил. Ну, хоть, да, я говорю о том, что... Давай вернемся к девочкам из Москвы, к мальчишеству, да, и приезжали каждое лето девочки из Москвы, что же там происходило? Да, вот, и все, все детство, это гитара, то есть мальчишество, да, это гитара, это «Руки вверх», которые я там все альбомы знал наизусть, играл там под одну мелодию, да, я играл, ну, все, ну, все альбомы я знал там наизусть, и какие-то там шуточные песни «Сектор газа», играл «Сектор газа», много, и всякие там были с ненормативной лексикой, ну, все было, вот, и что мне очень нравилось, собирались в огромные толпы, да, ходили по деревне с гитарой, жгли костры, жарили сало, было, да, столько всего было, там, если вспомнить, и игры всякие были, и, ну, очень-очень весело. Но это ощущение осталось того времени, оно иногда вот так просыпается? Возникает очень часто, очень часто. Я даже, мне иногда приходит утром, зачастую из фермы, пахло силосом, и мне этот запах, вот он, он иногда вот ко мне приходит, особенно, когда я возвращаюсь к маме домой, и вот я прям чувствую, что я, вот, я сейчас въеду, и мне будет пахнуть силосом. У нас телефонный звонок, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот, какая вам музыка больше всего нравится, и скажите, как она оказала влияние на ваше творчество и на вашу жизнь, вот, скажите, пожалуйста. Давай картинчик. Музыка, да? Музыка, да, которая тебе нравится сегодня, или та, которая, и та, которая оказала влияние на твое творчество? На мое творчество. Я, я абсолютно, я меломан, я считаю так, что я слушаю абсолютно разную музыку, в меньшей степени я слышу, я слушаю рок русский, да, скажем так, в меньшей степени. Мне очень нравится драман бейс, мне очень нравится хаос, попсяти, ну, я тоже очень люблю, на самом деле, признаюсь честно, я еще тот попсовик. Зачейник. Да, 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 но, если, если говорить о влиянии, о влиянии мелодии, да, то, ну, тут вот как раз, тут вот как раз может быть все, что угодно, да, я хожу, я еду, в машине играет радио, да, я завтра я еду в маршрутке играет радио, да, и вдруг играет какая-то мелодия, которая, которая меня на что-то толкает. А вдруг я слышу мелодию, которую, на которую я мог бы сочинить свою песню, да, или вдруг что-то вот меня толкает. Ну, это какой-нибудь пример вот конкретный. Есть такое, что вот ты зацепился за какую-то песню, за мелодию, и где-то в каком-то образе пошло. Сегодня я слушал Криса Брауна, да, это попсовик, хип-хоп, да, и вот я слушаю его мелодию, да, и у меня, и у меня возникает, мелодия своя, то есть на русском языке, а у него там что-то, что-то как это, я вот, я вот сейчас вот, какая-то такая хорошая еще причем мелодия, где я, где я тут же с ним стою там и пою там, а я бы, а я бы спел там, подними там руку, скажи привет, там и что-то, и у него там прям привет, привет, да, в общем, прям мелодично я попадал на русском языке. У нас осталось три минуты до конца эфира, я не знаю, как это так произошло, очень быстро, я не могу не задать этот вопрос к мальчишеству, к тому, как вообще мужчина остается мальчишкой, про инстаграм, ты очень много, очень прикольных, клевых, улетных роликов, сейчас публикуешь в инстаграме, я всех призываю их увидеть на странице Ильи Добровского, очень кратко, откуда эта страсть вообще в тебе, я не подозревала. Ну, я не думал, что вы зададите этот вопрос, конечно, нет, ну, понимаете, я... Помню, что у нас, наверное, уже две минуты, ага. Да, я все равно, понимаете, вот это приходит, да, оно приходит, я не знаю, оттуда, через мелодии, через... Я хочу все равно пробовать что-то, что-то новое, да, для меня вот эти, вот эти пробы, да, импровизация, о которой мы сегодня говорили, да, это всегда очень интересно. Это в кайф тебе сейчас? Да, я прям получаю вот это удовольствие. Очень быстро телефонный звонок, да, мы слушаем вас. Алло, да, здравствуйте. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, Илья, а вот вы... Алло, да. Алло, да. Вы с удовольствием где больше работаете, в театре или в кино? Спасибо большое. Да, хороший вопрос. В последнее время, я честно скажу, мне почему-то вот нравится в кино, я не могу это объяснить, я не могу, но... Это достаточно много снималось. Да, да. Я не могу это объяснить, в театре мне очень нравится, ну вот кино меня манит и зовет, вот, не знаю, хочу, хочу, хочу туда больше. Пусть получится. И последний вопрос мой, на который надо ответить однозначно. Как ты думаешь, Илюша, вот для тебя жизнь это импровизация или это все-таки план? А вот тут вопрос глобальный, как мне кажется. А надо ответить коротко, да или нет? Пусть будет эта импровизация. Жизнь это импровизация. Сегодня в гостях у нас был защитник театрального отечества, артист военного театра, драматического театра имени Бориса Лавренева, Черноморского флота, Илья Домбровский. А через неделю в этой студии мы встретимся с главным режиссером Севастопольского академического русского драматического театра имени Ланчарского, Григорием Лифановым. И будем говорить, что такое в театре хорошо, что такое плохо. Защитники Отечества, с наступающим праздником! Спасибо, что вы есть. Есть ваши широкие спины, надежные руки. Приходите в театр.